Добрый день, мои друзья! Здравствуйте, мальчишки и девчонки! Я очень рада вас видеть и приветствовать вас на уроке русского языка. Проверьте, пожалуйста, свою готовность к уроку, свои нужные принадлежности, свое рабочее место, а главное – правильную посадку. Итак, мы с вами начинаем. Откройте, пожалуйста, ребята, тетрадь и запишите сегодняшнюю дату. Молодцы! А кто мне напомнит, какую тему мы с вами повторили на прошлом уроке? Молодцы, конечно, мы с вами на прошлом уроке говорили то, что же такое глагол. Молодцы! И вот первое задание, ребята, будет для вас именно связано с глаголом. Посмотрите, на доске вы видите несколько строк со словами, пять строк. Глазками посмотрите и сразу скажите, что вы заметили. Правильно, в каждой строке слова родственные, то есть они однокоренные. Давайте прочитаем каждую строку слов, и каждый из вас для себя сразу должен будет найти в строке глагол. Итак, начинаем. Зелёный зелень зеленеет. Старичок старый стареет. Петь пение певец певучий. Звон звонит звонкий. Кричат крикливый крикун. Молодцы, ребята! И вот сейчас в свою тетрадь вы должны выписать только глагол из каждой строки. Молодцы! Конечно, вы понимаете, что у вас выбрались глаголы. Зеленеет, стареет, петь, звонит, кричат. Молодцы! А дальше, ребята, я вам буду задавать вопрос, а вы мне будете отвечать одним словом на мой вопрос. Но сразу вам скажу подсказку. Все ваши ответы – это будут глаголы неопределённой формы. Сразу для себя вспомнили, что же такое глагол в неопределённой форме. Молодцы! Начинаем. Первый мой вопрос. Как сказать одним словом? Обращаться с просьбой. Верно! Глагол в неопределённой форме. Это значит просить. Молодцы! Следующий мой вопрос. Прийти с опозданием. Верно! Опоздать. Относиться бережно к чему-либо. Беречь. Нести охрану. Охранять. Нести службу. Служить. Одержать победу. Победить. Сделать маленьким. Верно! Это значит уменьшить. Покрасить в белый цвет. Конечно, побелить. Найти ответ. Верно! Это будет слово «решить». Посмотрите, ребята, во всех этих словах у меня выделены по одной красной букве. Попробуйте собрать эти красные буквы в одно слово. И у вас должно получиться слово «спряжение». Посмотрите, пожалуйста, на слайд и скажите мне. Это для вас новое слово «спряжение». Вот сегодня, ребята, мы с вами и будем говорить, что же вообще такое «спряжение» и какие именно глаголы имеют спряжение. И как же нам определять спряжение? Это новое для вас слово, но я уверена, вы обязательно с этим справитесь. Ребята, посмотрите, пожалуйста, на доску. Прочитайте эти слова вслух. «Рисую», «гуляю», «гуляю», «гуляет», «погуляет». Верно, вы заметили? Все это глаголы. А вот давайте попробуем, ребята, к этим глаголам вместо многоточия подставить подходящее местоимение. «Я рисую», «я гуляю», «он» или «она гуляет», «они погуляют». Давайте попробуем определить время каждого глагола. «Рисую» – это настоящее время в данный момент, «гуляю» – это настоящее время в данный момент, «гуляет» – это тоже настоящее время в данный момент, и «погуляют». А это уже, ребята, глагол будущего времени. Так вот, ребята, оказывается, неспроста мы с вами подбирали местоимения к этим глаголам и определяли, в каком же времени находятся эти глаголы. Посмотрите на доску, вот вам подсказка. Оказывается, ребята, глаголы, а мы с вами заметили, настоящего времени и будущего времени. Так же, как и личные местоимения, мы не зря их подставляли, имеют форму лица. Оказывается, глагол каждого лица имеет свое личное окончание. При изменении глагола по лицам изменяется и его личное окончание. Молодцы, ребята! Посмотрите, на доске большая таблица, но она, ребята, очень важная. Точно такая же большая таблица у вас есть и в вашем учебнике на странице 81. Давайте попробуем с ним разобраться. Итак, слева у нас с вами два столбика. Единственное число и множественное число. Наверху у нас лицо, настоящее время и будущее время. Давайте попробуем изменить глаголы по лицам и по временам. Итак, начинаем. Единственное число, первое лицо. Например, возьмем глагол «иду». У нас с вами получится «я иду» в настоящее время, а в будущем времени будет «я пойду». Молодцы! Идем ко второму лицу. Возьмем с вами глагол тот же самый «ты идешь». Это настоящее время, а будущее время будет «ты пойдешь». Молодцы! Спускаемся дальше. Третье лицо. Он или она идет. Это настоящее время. Он или она пойдет. Это будущее время. Это, ребята, все глаголы были единственного числа. Спускаемся глазами по таблице ко второй части, ко множественному числу. Итак, первое лицо. Настоящее время. Мы что делаем? Идем. А в будущем времени будет. Мы что сделаем? Пойдем. Молодцы! Второе лицо. Он что... Вы что делаете? Идете. Это настоящее время. А будущее время. Вы что сделаете? Пойдете. Молодцы! И третье лицо. Они что делают? Идут. Настоящее время и будущее время. Они что сделают? Пойдут. В будущем. Молодцы, ребята! Вот дома ваша задача еще раз внимательно изучить эту непростую таблицу. Я думаю, что вы обязательно с этим справитесь. А теперь, ребята, использую эту таблицу. Глазками можете смотреть в учебник. Мы с вами попробуем изменить глаголы, которые у меня на доске. Посмотрите, глаголы напишут. Работаем. Видит. Дорожишь. Давайте попробуем определить в каждом глаголе лицо, число, ну и время. Итак, вместе со мной напишут. Подставляем местоимение. Они. Значит, точно третье лицо. Точно множественное число. Напишут. Конечно, это будущее время. Следующий глагол. Работаем. Подставляем местоимение. Мы работаем. Это точно первое лицо, множественное число и настоящее время. Дальше. Видит. Подставляем местоимение. Он видит или она видит. Это точно третье лицо, единственное число, настоящее время. И еще один глагол, ребят, потренируемся. Дорожишь. Ты дорожишь. Это у нас точно второе лицо, единственное число и настоящее время. Молодцы, ребята. Мы с вами справились. Определили в каждом глаголе лицо, число, еще и время. Так вот, ребята, какой же мы с вами должны сделать вывод? Оказывается, что же такое спряжение? То слово, зашифрованное из начала урока. Оказывается, изменение глаголов по лицам и числам. Внимание! Обязательно в настоящем и будущем времени называется спряжением глагола. Еще раз, ребята, вывод вместе со мной. Изменение глагола по лицам и числам настоящего и будущего времени. Это и есть то самое спряжение глагола. Молодцы, ребята. Дома вы об этом еще прочитаете в учебнике и поработаете с той таблицей, которой мы с вами только что работали. Теперь на притяжении нескольких уроков русского языка мы с вами будем учиться определять спряжение глагола или, по-другому сказать, спрягать. Будем с вами глаголы. Молодцы, вы справились. А теперь наш урок с вами подходит к завершению. Посмотрите, пожалуйста, на доску. Выберите для себя подходящее предложение и сделайте логическое завершение. Сегодня я узнал, сегодня я узнала или изучал, изучала, что такое спряжение. Я думаю, что, ребята, вы были внимательны, активны и у вас все получилось. На этом урок русского языка у нас подходит к завершению. Я говорю вам спасибо за урок.